Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! И если ты здесь еще впервые, то обязательно подписывайся, я думаю, нам будет интересно вместе. И сегодня то самое видео, в котором я вам буду рассказывать о своих фаворитах мая. Забыло какой месяц, на секундочку. О фаворитах мая, да, ребят. Проще говоря, это то видео, в котором я вам буду показывать и рассказывать о своих покупках, совершенных в предыдущие месяцы. Но не о простых покупках, а о тех, которые мне действительно полюбились и которые я бы с удовольствием порекомендовала всем вам. Вот, давайте начнем. Первое, что я бы вам хотела показать, это вот такая вот глиняная маска, банька Агафья. В общем, она продается в Ашане, стоит она рублей 30-40. И, ребят, она отлично справляется со своими функциями. То есть, это та самая глиняная маска, которую вы можете взять в Сифоре за 500 рублей. Только это банька Агафья за 30-40 рублей. Кстати, не бойтесь покупать такие вещи в Ашане, потому что она продается и в аптеке, она продается и в других косметических магазинах. И я серьезно, я не вижу разницы переплачивать за обычную глиняную маску дофига денег, если вот ее можно взять, пожалуйста, в Ашане. Скриньте, я не знаю, или запомните. И обязательно попробуйте ее, потому что глина, она сужает поры, она вообще положительно влияет для кожи лица. Поэтому обязательно попробуйте. Обязательно. Почему бы и нет? 30-40 рублей. Ашан. Господи, попробуйте. Дальше я вам покажу вот такой вот BB крем. Я не знаю, я в принципе отношу это как и к уходовой, к декоративной косметике. Хотя, скорее, больше именно этот BB крем декоративный, потому что он с эффектом фотошопа. Но, тем не менее, он не такой плотный, как обычный тональный крем. То есть, это же все-таки BB крем, он более легкий. Но, тем не менее, он скрывает какие-то наши прыщи. Будем называть вещи своими именами, да? Он скрывает прыщи. Вот, но он не так плотно ложится, как какой-то сильный тональный крем. И стоил он также меньше 100 рублей. И вообще, все, что я сегодня буду показывать, это очень бюджетные покупки. Потому что я люблю бюджетные покупки. Вот, особенно, когда они хорошие, когда они хочется рассказывать и делиться с вами. Вот, меньше 100 рублей купила я в Екатеринбурге, его в Меге. Не помню точно, как называется косметический магазин. Но, я думаю, если вы бьете в гугле... Я вообще не знаю, что это за фирма, что это за марка. Он стоил реально меньше 100 рублей. Но он очень хороший. Вот, мне понравился. У него, к сожалению, в чем его минус? У него один оттенок. Но мне подошел. Как я поняла, он, в принципе, под вашу кожу подстраивается. И я думаю, как и светлой кожи, так и темной он подойдет. Камера почему-то не передает мой цвет кожи. Но на самом деле я довольно-таки смугленькая. Вот, и он неплохо у меня подошел. Как неплохо? Он отлично мне подошел. И я думаю, он и светлой кожи тоже подойдет, потому что он реально подстраивается под ваш тон и очень универсальный. Вот. Меньше 100 рублей. Отличное приобретение. Дальше я покажу вам покупки из фикс-прайса. Вообще, фикс-прайс это мой магазин. Я его обожаю. Мне кажется, что я скоро буду снимать видео о покупках из фикс-прайса. Слава богу, я их сейчас покупаю не так много. И я как-то фильтрую эти покупки и показываю вам что-то достойное. Я купила резинки, которые есть уже просто у всех. Которые все вот на руках вот эти вот дурацкие резинки носят. У меня не было таких резинок все еще. Это мои первые вот они резинки. Я их купила в фикс-прайсе за 50 рублей 3 штуки. И они прикольные. Они стильно смотрятся. И за 50 рублей 3 стильных классных резинки. Это вообще отлично. Вот, фикс-прайс. Еще в фикс-прайсе я взяла вот такой вот типа органайзер. Почему типа? Это и есть. Органайзер для косметики. Но у меня вообще косметики очень мало. Поэтому сейчас я вам покажу. Получше. Что так? Как не блогер-то? Вот. Вот, видите? То есть она вот такая вот небольшая. То есть я буквально всю сюда свою косметику могу поместить. Потому что у меня ее не так уж и много. И для меня это очень удобно. Поэтому если у вас тоже немного косметики. И вам неудобно все это куда-то в косметичках держать. Или еще где-то. Вот, пожалуйста. Фикс-прайс. 77 рублей. Отличное приобретение. Следующая вещь, которую я вам покажу. Эта вещь находится на мне. Это вот такое вот шикарное платье. Реально очень классное. Купила я его в бешке за 1300 рублей. Если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь. Да, бешка. Нет, не бешка. Хаус. Купила я его в хаусе за 1300 рублей. Очень классно. Я уже в нем сделала не одну фотографию. Можете заценить. В моем инстаграме. Кстати, в инстаграме я записана как Джессика Милкот. И обязательно подписывайтесь на меня. Обязательно. И чем оно мне нравится? Тем, что оно безумно удобное. Оно надевается как халат. То есть с запахом здесь и здесь. Его можно сочетать как с джинсовкой, так и с кожанкой. И если у него всего лишь поменять обувь, то есть надеть, например, кеды, а потом поменять на сапоги, то это будут уже совершенно два разных образа. Вот, можете увидеть, куда я сюда прикреплю фотографии. Здесь о сапогах, здесь о кедах. И смотрится по-разному. Вот, эти мне нравятся. Оно очень универсально. И на лето самое топ. И да, оно все еще есть в хаусе. Это все еще актуально. Вы все еще можете сходить в магазин или почекать в интернете. И вы его, надеюсь, тоже найдете. Если вам, конечно же, оно понравилось. Мне понравилось. Не знаю, безумно. Я кайфую. Следующий раз уж я начала с себя, я и продолжу себя. Это вот такие вот сережки. Сережки-кольца. Они сейчас безумно актуальны. Я уже себе их миллион штук заказала с Алиэкспресса. Жду, пока придет. Вот, пока они у меня идут, я ношу сережки моей подруги. Насте, привет. Спасибо большое. Я тебе их когда-нибудь отдам. Следующее, что я хочу показать, это вот такую вот свечку. Я ею еще не пользовалась. Она у меня новая, но у меня была просто похожая. Я уже ее зажигала, поэтому я знаю, что она офигенная. Поэтому я вам ее советую. Со вкусом пирога с корицей. И вот если вы ее понюхлите, вы сойдете с ума, как я. Нет, реально, у нее офигенный запах. Я их покупаю в Икее. Они сейчас, по-моему, там вообще дешево стоят, рублей 60. Горят они 25 часов, эти свечки. Ну, офигенные. У меня еще была с клубникой, она тоже классная. Но вот эта вот просто моя любимая. Она серенькая. И вот пахнет, ну, реально. Я еще раз понюху. Я еще раз понюху. Она пахнет офигенно пирогом с корицей. Если вы любите корицу, вы полюбите эту свечку 100 пудов. По-моему, это все, что я совершала из таких прям покупок. И что мне прям так сильно понравилось. А, еще офигенную штуку забыла вам показать. Сейчас. Джинсы. Джинсы. Вот эти джинсы. Я их... Сейчас я вам их покажу. Даже достану. Я же блогер все-таки. Офигенные джинсы. Я вам тоже прикуплю куда-нибудь вот сюда. Вот, не знаю, фотографии у меня в них. Меня несколько людей уже спросило в инстаграме, где я их купила. Потому что у них реально офигенный цвет. У них офигенный покрой. И да, они мне большие. Я не такая огромная. Я их купила в секонд-хенде, ребят. Я их купила за 250 рублей. По-моему, у меня они вышли. Вот. И они были безумно длинные и большие. Сверху я их завязываю ремнем. А к низу я их сама просто обрезала и сделала модный низ. Видите? За ли стоят такие 2000. В секонд-хенде я их купила за 250 рублей. То есть, самое главное в секонд-хенде это просто если вам повезет. Если вы найдете такой хороший цвет, такую хорошую джинсу. И такой более-менее подходящий размер, который можно исправить ремнем. Который можно подрезать и сделать офигенные модные джинсы. Если вам повезет такой на тех секонд-хенде, то это просто супер. Обязательно в своем городе подчекайте эти секонд-хенды. Потому что вдруг вам повезет. Это офигенная находка, я считаю. Поэтому попробуйте. А теперь пару треков, которые я прям обожала слушать. В предыдущем месяце, весь месяц я их слушала. Они реально офигенные. У меня их на самом деле очень много, но я вам постараюсь сократить и показать мало. Нет, я хочу рассказать о том, что я очень люблю русскую музыку. Я очень люблю всякую попсу. И я никогда не слушала серебро группу. Реально. Вот эти девчонки. Я просто наткалась на них в инстаграме и думала, блин, какие же они крутые. И сама не заметила, как начала, блин, просто в инстаграме смотреть их клипы, их выступления. Мне стало интересно за ними наблюдать. Вот. И все дошло до того, что я, когда еду в маршрутке куда-то, я слышу серебро. И моя любимая песня это вот эта. Я с тобой в космосе. Я тебя так ждала. Не обижай меня, чтобы я не... Ушла. ЛСП я просто обожаю. Это одна из моих любимых групп русских. Офигенная. У меня все окей. У твоих друзей. Убивая на родине. Жить нужно, как ей дачку, свадьбу и детей. Чтобы все так у людей. Вот как жестко лупит. Это бит. Больше ни о чем. Сама-то никто. У меня все окей. Кругом с твоим друзей. Ладно. Я могу ее слушать-то лепить. Она мне не надоест. Весь май она мне не доедала. Не надоедает до сих пор. На старую Imagine Dragons. Но она такая взрывная. Майя. 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 Короче, вы поняли, да? И новая песня, которая уже, по-моему, везде. This is America. Конечно, я могу показывать свои плейлисты до конца всего дня. Я могу танцевать тут под весь свой плейлист, под любую песню. Но видео должно заканчиваться, и оно это делает. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх этому видео, если оно вам понравилось. Еще забыла сказать, что в мае я была в Екатеринбурге. И если ты, кстати, не в курсе, что я в мае была в Екатеринбурге, значит, ты не подписан на мой Инстаграм. Обязательно подписывайся, потому что я стараюсь допустить красивые картинки. Я правда очень стараюсь. Если я куда-то хожу, если я что-то делаю, я обязательно это сообщаю вам в Инстаграме. Поэтому обязательно подписывайся на Инстаграм. Jessica.mil.kot. Ну так вот, я была в Екатеринбурге, и я безумно рада этой поездке. Я хочу сказать, что очень важно выезжать куда-то, даже если это и не за границу, даже если это недалеко. Те, кто не знает, я живу в Челябинске, и мне от Челябинска до Екатеринбурга, ну, как вы понимаете, очень мало ехать. Но, тем не менее, это совершенно другой город. Это совершенно новый город. Это новые эмоции. Это новое времяпровождение, это новые знакомства, может быть, иногда. Вот, поэтому очень важно иногда вот так вот совершать мини-путешествия, пускай и мини. И, кстати, это был первый раз, когда я путешествовала совершенно одна. Куда-то ездила я реально. Я ехала на Блаблакаре, и вот я ехала, меня высадили в новом городе, я вышла, и я была совершенно одна. Ну вот, и спустя три небыстрых часа я, наконец-таки, в ЕКБ. Я просто вышла с рюкзаком, с камерой, и я поняла, что я реально в этом городе, и что я вообще реально первый раз куда-то поехала одна. И, знаете, такой мандраж по телу немного прошелся, страх даже немного. Самое главное, что мне было куда идти, меня встретила моя замечательная подруга Настя. Настя, я тебе отдам сережки, не переживай. Вот, я ее реально очень люблю, очень ценю. И замечательно, когда есть такие друзья, знакомые, приятели, неважно, просто люди, которые могут вас встретить, которые могут вас накормить в другом городе, спать уложить, показать там весь город. И к таким друзьям, к таким знакомым можно даже ездить одному и не бояться вообще ничего. К чему это я веду? К тому, что цените таких друзей, знакомых, если они у вас есть, и просто чаще путешествуйте. Повторюсь, пускай это будут не новые страны, не знаю, не очень далекие города, но, тем не менее, это будут новые эмоции. Я очень рада, что все-таки съездила реально в Екатеринбург. Посмотри, шапочка с улиткой. Мне скоро 20. Вот, в общем, шапочка-улитка. Я там была не первый раз, но я первый раз была хоть где-то вообще одна, серьезно. И вот даже просто, знаете, идешь по незнакомой улице, по незнакомому городу, и ты понимаешь, что ты просто в нем один. Если ты гуляешь там в своем городе, да, один, это вообще другое. Ты просто гуляешь один, ты знаешь, где находится твой дом, ты знаешь, что ты можешь вернуться домой, да, например. Когда ты гуляешь в другом городе, ты просто идешь, ты настолько сосредоточен, что у тебя вот... Вот я не знаю, как это объяснить, просто попробуйте когда-нибудь и не бойтесь. Если вы думаете, что мне не с кем куда-то поехать, поэтому я туда не поеду, бред. Если захотите, то одному... Я же не скажу, что прям супер путешествовать одному, уезжайте везде только один. Нет, просто если у вас так получается, что вы поехали один, то это не всегда плохо, иногда это даже лучше. Вроде бы я все сказала. Насте спасибо еще раз сказала. Путешествуйте, не бойтесь. И в компании круто путешествовать, и одному круто путешествовать. И в любом путешествии есть свой кайф. Чекайте мои новые фотографии в Инстаграме. Из Екатеринбурга чекайте мои фотографии. Я там отмечаю места, в которых я была, очень классных. На этом точно теперь все. Всех целую еще раз и до скорых встреч. Пока!